Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их биографией. Джон Родом Спенсер Стэн Хоу. Английский художник, связанный с Эдвардом Бен Джонсоном и Джорджем Фредериком Уотсом, и часто рассматриваемый как прерафаэлит второй волны. Его творчество также изучается в контексте эстетизма и британского символизма. Как художник Стэн Хоуп работал с маслом, акварелью, фреской, темперой и смешанной техникой. Тематиковая работа была мифологической, аллегорической, библейской и современной. Стэн Хоуп родился в Йокшире, Англия, 20 января 1829 года. Был сыном Джона Стэн Хоупа, любителя классического антиквариата. Матерью художника была Элизабет Вильгимина Коук, третья и младшая дочь Томаса Уильяма Кока из Нарфолка, первого графа Лестера. Она и его сестры изучали искусство у Томаса Гейнсбора. Отсутствие наследства семейных поместьй позволило Стэн Хоупу посвятить себя искусству. Будучи студентом Оксфорда, он обратился к Уотцу в качестве преподавателя и был ассистентом Уотца при написании некоторых его архитектурных картин. Путешествовал с Уотцом в Италию в 1853 году и в Малую Азию в 1856-1857 годах. По возвращении был приглашен Данте Габриэль Моррассетти для участия в проекте фрески Оксфордского союза, написав картину «Сэр Гавейн и девицы». 10 января 1959-го женился на Элизабет Кинг, дочери Джона Джеймуса Кинга, внучке третьего графа Эгримонта и вдове Джорджа Фредерико Доусона. Вскоре у них родилась дочь Мэри. Они поселились в Хиллхаусе Коутер. Переезд был направлен на улучшение условий для лечения хронической астмы Стэн Хоупа. Когда его состояние не улучшилось, он решил перезимовать во Флоренции. Летом он сначала останавливался в доме Берн Джонса в Лондоне, Акемпт-Хилл. В 1867 году в возрасте 7 лет Мэри умерла от скарлатины, была похоронена на английском кладбище во Флоренции. Хотя его семья приняла его профессию художника и проявляла большой интерес к искусству, родители жены пренебрежительно относились к достижениям бедного родди и считали художника, с которым он общался, нетрадиционным. Причисленный к авангардистам 1870-х годов, Стэн Хоуп стал постоянным экспонентом в галерее Гроссвена, альтернативе Королевской Академии. В 1880 году Стэн Хоуп навсегда переехал во Флоренцию. В 1873 году он купил виллу Нутти во Флоренции, где его часто навещал де Морган, и где он жил до своей смерти. Скончался в возрасте 79 лет во Флоренции 2 августа 1908 года. Ну вот так вкратце из переводной википедии о английском художнике, связанной с прерафаэлитами второй волны, Джон родом Спенсер Стэн Хоуп. Пока-пока, до свидания.